Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у молодой гвардии Единой России и хотим вас познакомить с руководителем аппарата местного управления Эмилией Поленкевич. Здравствуйте, Эмилия! Эмилия, расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились? Сколько вам лет? Как прошло ваше детство? Родилась я в Приморском крае в городе Владивосток. На данный момент я закончила 79 школу и сейчас учусь в Владивостокском государственном университете, а точнее фериале у нас в городе Артеме по специальности юриста. Мне 18 лет и уже пытаюсь и занимаюсь активно своей деятельностью. Из детства что именно вы хотите услышать? Потому что моментов достаточно много. Может быть какие-то хобби, увлечения у вас были в детстве? Да, на самом деле это было очень много. У меня было насыщенное детство в плане увлечений. Я занималась всем. И рисованием, и пением, и плаванием. То есть хобби у меня было достаточно. Вот. Но я ушла, потому что уже очень было много, так скажем, нагруза. И в принципе рисование, такое дело для меня на самом деле. Я всегда плохо рисовала, хотя когда была в садике и на выпускном у нас спрашивали, кем я хотела стать, я ответила, что художницей. Хотя я умею рисовать только человечка. И пару там ножек, и все. А как родители ваши относились к тому, что у вас было столько увлечений? Не поощряли это или? Безусловно. Потому что они и были инициаторами. Они считали, что меня нужно куда-то направлять. Естественно, как самые истинные родители хотели, чтобы их ребенок поскорее нашел свое призвание. Это кем-то был, чем-то занимался. И поэтому они попытались сразу во множество направлений меня направить. Как вообще так получилось, что вы пришли в молодую гвардию? Как давно она вообще существует в Артеме? На самом деле я как бы не планировала. У меня не было какой-то определенной цели. Это было случайно, внезапно. Все началось с того, что я поступила, собственно, на первый курс. И вот только-только началась моя учеба. И к нам пришли с приглашением в молодую гвардию. То есть вот она только у нас открылась в Артеме. Это было в 22-м году, как я помню, в ноябре. То есть даже могу сказать число 3-го ноября у нас открылось отделение. Назначили официально нашего руководителя, нашего Владислава Александровича. И, собственно, они начали уже зазывать ребят, формировать, собственно, ячейки. И когда мне об этом говорили, я думаю, ну вот, начинается моя активная студенческая жизнь. Я сейчас попробую что-нибудь новое. Хотя на самом деле я не была сильно близка к политике вообще все это время. И я просто решила, мы с девочками, как сейчас помню, сидели. Попробуем? Ну давай попробуем. И все. И просто вот так вот получилось, что мы влились. И вот в ноябре будет 2 года, как я уже состою в этой организации. Собственно, с самого открытия уже прям такой. С самого начала я здесь. А когда вы только вступили в эту организацию, какая у вас была должность? Сначала я была просто активистом. Позже я стала руководителем ячейки. Сейчас это у нас называется секретарем первички. То есть именно у нас в ОВГУ. Я просто курировала ребят, которые были именно из моего учебного учреждения. Я ими занималась. Мы проводили зазывы ребят к нам. То есть говорили о нашей организации, рассказывали. И все. Вот сначала было так. Но позже с развитием, с более прокачкой как-то себя, своих возможностей и качеств уже доросла до руководителя аппарата. И сейчас, так скажем, под моим контролем абсолютно все ребята, которые у нас стоят. А что именно входит в ваши обязанности, вот по моему контролю? Да, на самом деле у руководителя аппарата огромный спектр обязанностей. И так как я начала это с раннего возраста, мне было проблематично изначально. Потому что пришлось рано от многих каких-то моментов в голове отказаться и действительно взять себя в руки, так скажем, подрослеть во многих планах. Вот. Поэтому 16 лет пришлось как бы подытожить, потому что обязанностей много. То есть помимо контроля всего, то есть мы понимаем, что это не только, да, там в ОВГУС, у нас еще в ОВГУ и в ОКСИДе у нас ребята, и школьники с разных школ, то есть это и 30-летие, и гимназии. Много ребят. И за каждым нужен какой-то конечный контроль. Конечно же, это организация мероприятий, то есть контроль, как работает пресса, как выполняются поручения, как работает штаб, аппарат, в каком направлении мы идем, какие у нас там, да, за полгода прошли мероприятия и прочее, прочее. То есть это достаточно объемный спектр. Ну вот, как-то справляемся пока. А чем тогда вообще занимается ваша организация? Какие мероприятия она устраивает? Какие интересные случаи из последних мероприятий вы запомнили? На самом деле у нас огромный спектр направлений, потому что это не что-то единое, да, что мы вот делаем. У нас есть работа, помощь семьям мобилизованным. И вообще помощь, волонтерство вообще везде. То есть людям, кто оказался в сложных жизненных ситуациях, это у нас вот постоянно, всегда. Также мы работаем с детками, допустим, там какие-то мероприятия в детском доме. Тоже нам это всем очень нравится. Какие-то такие мероприятия для развития своего. То есть мы можем устроить что-то по типу лекций на интересные темы. То есть изначально мы свой путь с этого и начинали. Что мы собирали единомышленников и создавали как раз-таки на фоне всего этого какие-то семинары, лекции, о чем мы разговаривали. Сколько вообще человек уже задействовано в вашей организации, вот если примерно посчитать, со всех школ и институтов там? Я скажу так, что у нас с каждым учебным годом число меняется. Потому что многие приходят, потом понимают, что уже вот скоро выпуск или там они собираются дальше идти поступать куда-то и, собственно, из организации выходят. На данный момент действительных 50 человек у нас как бы есть. На данный момент, конечно, у нас было больше и 70, было и 80, но, опять же, числа меняются активистов. Потому что кто-то приходит, кто-то уходит. И такое прям стабильного числа. Вот на данный момент, если сейчас взять список активистов, то это около 50 человек. Как вообще молодая гвардия повлияла на вашу жизнь? Что изменилось с ней с приходом туда? На самом деле это полностью поменяло очень сильно. Это вот если это выражение подходит, перевернуло жизнь с ног на голову. Абсолютно. Потому что до того я, вот честно скажу, я не любила работать как бы на публику. То есть для меня это было как-то более проблематично. Я это не хотела. И свои качества я очень сильно прокачала. То есть у меня были такие проблемы, как я такой очень более мягкий человек, эмоциональный. И мне было сложно абстрагироваться, потому что в нашей деятельности нужен стержень, нужно быть более серьезным и сдержанным. Это была как бы такая проблема моя. Сейчас это все изменилось и абсолютно поменялось. Как и интересы у меня поменялись, так и характер, личность и вообще прочее очень-очень изменилось. А вот вы сейчас занимаете достаточно высокую должность в этой организации. Хотите ли вы занять какую-либо другую должность, которая еще выше? И каких успехов вы вообще можете добиться? Безусловно. Безусловно. Очень хочется карьерного роста, идти дальше, развиваться и расти. Потому что все равно на одной такой определенной должности, особенно в таком раннем возрасте, хотелось бы дальше со временем идти. То есть сейчас я прям конкретно не могу сказать то место, на которое я хочу. Но я сейчас беру опыта. Опыта. Я хочу стать специалистом в сфере политики и работы с ребятами, с людьми вообще в целом. Чтобы действительно сказать, что я специалист, и чтобы идти дальше по карьерной лестнице далеко. То есть на этом я останавливаться не собираюсь. А как вы считаете, зачем вообще молодым людям вступать в вашу организацию? Что это им даст? Какой опыт они получат? На самом деле это, конечно, сугубо личное дело каждого. Потому что патриотика, а в основном политика, может не всех интересовать. Но я могу сказать так, что большинство ребят, они даже как-то не затронуты к политике. Они больше, им нравится помогать. То есть я считаю, что патриотизм должен быть в людях. Мы поколение, которое растет и, собственно, заменит дальше, да, сейчас, сейчасшнее поколение, заменим очень много и нужны кадры. Нужны кадры и хотелось бы как можно больше людей к этому подготовить. И сейчас подросткам особенно показать возможности, показать открытые двери и сказать, что если вы хотите, вы можете прийти и развивайте свой потенциал, делайте, идите, все только в ваших руках. Поэтому мы все начинаем с малого, и не стоит бояться начинать просто с какого-то волонтерства, посидеть, помочь бабушке, и потом через года ты уже будешь на высокой должности. Потому что все подается со временем, с годами. Мы растем, берем опыт, и если есть желание, то, естественно, все получится, все сбудется. А проходят ли у вас какие-то курсы обучения, где у вас развивают ваши навыки, какие-то знания, лекции, что-то такое, или только на практике? На практике. Я не скажу, что у нас есть прям конкретные какие-то там лекции, как нужно быть или нет. Мы берем опыт с дел, на который мы выезжаем, что мы делаем, что мы преподносим людям, показываем, мы этим растем. И у нас нет какого-то шаблона, что вот мы именно по шаблону учим людей, там показываем, говорят, вот так вот надо, вот так. Нет, мы показываем все на опыте, как нужно бы делать. И уже на фоне этого делают какие-то выводы. Если просят какого-то совета, если хотят, что вот я, допустим, хочу идти по карьерной лестнице в политику, хочу в Думе быть и так далее, то с этим определенные люди могут помочь. Они показывают, наставляют, и такие случаи у нас уже есть. А расскажите, что вообще понимается под словом патриотизм для вас, в чем он проявляется в вашей работе? В моем случае патриотизм — это, конечно же, безусловно, любовь. Любовь к стране, даже к малой родине, там, где мы живем, где мы выросли, и нужно чтить традиции, нужно помнить. Ведь, безусловно, для меня вот патриотизм — это прям дефис — любовь. Любовь к тому, где ты находишься, кто тебя окружает. Потому что мы должны понимать, что мы все вместе живем в одной стране. У нас у всех нет какой-то конкуренции. Нужно понимать, что это то, за что мы должны бороться. То, что у нас есть. И отстаивать, так скажем, вот свою вот эту вот малую родину. А как вы считаете, вообще, молодые люди, которые сейчас приходят в вашу организацию, они совершают какие-то добрые дела, поступки, волонтерят с целью больше, чтобы достичь каких-то своих высот в этой организации, карьерного роста? Или просто лишь из добрых побуждений какая мотивация у них? Я не могу сказать именно за всех. Ну, конечно же, разговаривая, вот мы ведем разговоры, да, со своими активистами. И большинство, большинство людей это делает, правда, из добрых побуждений. Вот у нас есть люди, кто, ну, вообще не хочет в сторону политики. Не собирается там занимать какую-то должность. Вот ему просто нравится. У нас, правда, очень много таких ребят, кто вот помогает от чистого сердца. Вот им просто это нравится, что они могут взять, приехать и помочь. Им несложно. Вот у них есть время, они, да, почему бы нет? И они это делают добровольно. Не то, что потом они ждут там, я там потом буду там где-то высоко. Может быть, действительно кто-то так думает, и это как бы тоже имеет место быть. Но большинство наших ребят делает это от чистого сердца. То есть я когда смотрю на ребят, я говорю, у меня прям очень так трепетно за всех. Я вижу, как они относятся. Потому что есть такие случаи, что когда действительно помогаешь и там без слез не взглянешь. А как много времени вы вообще уделяете этой работе? На данный момент из-за лета, ну, не так много, потому что мы понимаем, что отдых нужен всем. И многие наши активисты тоже там отдыхают. Но все равно времени требуется, если особенно ты понимаешь, что это нужна проработка чего-то, организация мероприятий. Иногда она ежедневная. Бывает периодами, когда это вот действительно ежедневная работа. Есть, когда это вот там раз в неделю какие-то вопросы там решил, там раза два-три и все. То есть всегда это по-разному зависит от объема работы, который есть. А какие вот самые масштабные мероприятия, которые вы организовывали, были? Мы как подходим к мероприятиям? Если мы беремся за мероприятие, мы либо делаем его прям хорошо, ну, либо лучше не делаем. До конца взяться за организацию, полностью мероприятие. Мероприятие у нас крупного формата. Мы пытаемся выходить прям, чтобы затрагивать вот полностью Артем. Мы пытаемся это делать, но по большей части не всегда. Не всегда у нас получается делать крупные масштабные мероприятия. Но всякие зарядки, спортивные мероприятия в парке у нас вот были, проходили. Либо какие-нибудь форумы. Вот в прошлом году летом у нас была дискуссия с Вячеславом Васильевичем Куоном. То есть мы поднимали важные вопросы для молодежи, поднимали сферу разного направления. То есть тоже это крупные мероприятия. Пытаемся охватывать как можно людей. И надеюсь, что вот в следующем году о нас точно еще громче услышат, потому что планы у нас есть большие. Эмилия, расскажите, пожалуйста, у вас такая большая загруженность на работе. Не говорят ли вам родные и близкие как бы заканчивать с этим, поменьше времени этому уделять? Ведь личная жизнь тоже важна для девушки. Тем более вам столько лет, вы еще молодая, а у вас вся жизнь впереди. На самом деле поначалу в основном я это слышала от мамы. Были такие моменты, но потом я говорю, мам, ну еще действительно вся жизнь впереди. Я для себя решила, что сейчас я занимаюсь собой, а потом уже о чем-то думаю. Это у меня в приоритете. От друзей я слышу это постоянно. Даже куда-то мы выходим. Я постоянно вот так вот в телефоне, потому что решаются какие-то вопросы. Нужно там что-то сформировать, что-то решить, куда-то направить людей. И постоянно вот даже если едем куда-то отдыхать, друзья на меня очень часто слятся. Говорят, убери, убери уже телефон, сядь, давай поговори со мной, обрати на меня внимание. Это действительно очень часто есть. А от родителей, от близких. Поначалу, да. Сначала они не понимали, потому что время уходило очень колоссальное на все это. И я перегружалась очень сильно. И еще есть такая у меня черта, я могу многое слишком на себя брать. И поэтому я такая, ну я это сделаю, это сделаю. И вот пока я вот от усталости не упаду, я не прекращу, собственно, что-то делать. Поэтому сталкивалась с этим очень часто. А сейчас родные уже просто смирились. Ну, мило у нас, как и обычно. Поэтому уже все приняли. Как вот вообще? Было много ли случаев, когда вы слишком много брали на себя обязанностей? И в итоге, возможно, жалели об этом? Как вы сейчас с этим справляетесь? Безусловно, было. Я даже так скажу, что у меня было, что я и в слезах была, и в истериках. Потому что было действительно тяжело морально. Когда ты погружаешься и в учебу, и у тебя деятельность, и ты там, и там. И, собственно, еще требуют внимания твои близкие. Ты идешь на разрыв. И, естественно, приходится очень с этим справляться. Что помогает? Отдых. Просто помогает отдых. Элементарно денек посидеть дома. Хотя мне уже от этого непривычно. Если я сижу дома, и у меня действительно нет никаких дел, мне как-то в это вообще не верится. Я сама иду и ищу себе дело зачем-то. Потому что я уже настолько себя к этому выдрессировала, что я вот не могу. Но на самом деле иногда просто отдохнуть, полежать вот так. И вот это вот так вот. Только с этим справляюсь. Только перегрузочка такая. Какая-то мечта, вот именно внутренняя, сокровенная, которая выше всех дел и работы. Если откинуть все дела и всю работу, то, конечно, хотелось бы куда-нибудь в уединенное место отдохнуть с близкими, с родными. Потому что действительно не хватает на это времени всех уже пообнимать, побыть, просто посидеть, поговорить, попить чай и просто вот побыть немного вместе. Да нет, лучше много. Вот это и есть мечта. Спасибо, Эмилия. Благодарим вас за то, что уделено время и поделились своей историей. Спасибо большое, Валерия. Было очень приятно поговорить. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok